ЛДПР предлагает новые инициативы по демографической политике и борьбе с бедностью. В первую очередь целевая помощь будет оказана матерям-одиночкам. Председатель партии Владимир Жириновский предлагает им повысить пенсии, зарплаты, стипендии. Также ЛДПР предлагает строить доступное жилье, прежде всего, отдельных домов. Строить дома деревянные, у нас полно леса. Давайте, это будет стоить, не знаю, 500-600 тысяч дом в рассрочку на 10-20 лет, 4-5 тысяч в месяц. Многие смогут заплатить, даже студенты пойдут на это. То есть дать возможность, дороги строить, дать возможность людям работать, и чтобы не было ни одного голодного, бездомного и безработного. Это задача минимальная. Также лидер ЛДПР предлагает создавать бесплатные столовые, выдавать талоны на питание, где это необходимо, чтобы меньше было бедных. Такие меры, по мнению партии, помогут бедным перейти в средний достаток. Дмитрий Беломеснов, Новости на восьмом. Первый спортивный онлайн-марафон провела группа компаний «Восток Цемент». За звание самых сильных и ловких боролись 58 участников в индивидуальном зачёте и 5 семейных команд. Это представители «Спаск Цемента», «Якут Цемента», «Теплоозёрского цементного завода», «ВБЩЗ», «ДСЗ» и «Восток Цемента». Масштабную спартакиаду компания проводит уже 10 лет, но это первый марафон, который провели в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавируса. Когда нам объявили и сказали, что не откроют стадионы массово, ну разрешили 40 человек, не более, мы поняли, что не сможем провести это ежегодное мероприятие. И приняли решение, спасибо большое нашим организаторам, кто подсказал нам, сделать онлайн, где индивидуально каждый занимался отдельно, снимал на телефоны, отправлял свои результаты и получился большой праздник с участием огромного количества людей, наших сотрудников. По условиям марафона в одном из популярных мессенджеров был создан чат, в котором участники получали спортивные задания. Они учились держать баланс, делали бёрпи, планку, качали пресс, приседали и отжимались, выполняли комплексные упражнения, а также танцевальную разминку. Все упражнения разработаны опытными спортивными тренерами с учётом особенностей физической подготовки и возраста участников. Вы уже победили. Участие в таком марафоне где-то пришлось выйти из зоны комфорта. Мы очень рады, что у нас у всех всё получилось. И сегодня победить сильнейший. Марафон в онлайн-режиме длился в течение восьми дней. В финал вышли по шесть мужчин и шесть женщин. Участники-финалисты должны были пройти несколько этапов эстафеты. Для девушек это была планка на выбывание и комплекс упражнений, который и определил победительницу марафона. Ею стала Ирина Губанова, представительница АО «Спаск-Цемент». Я люблю спорт. Предложили участвовать в онлайн-марафоне. Я вошла в финал. Здесь показала все свои, на всё, что я способна. Очень рада, что я попала в финал. Ну и здесь победителем стала. Жду второго марафона. Надеюсь, ещё там победить. Финалистам-мужчинам предстояло пройти усложнённый комплекс упражнений и планку на выбывание. В результате напряжённой борьбы победителем стал Александр Пивоваров, мастер по ремонту оборудования АО «Спаск-Цемент». Спортом я занимаюсь с детства. Марафон увидел рекламу про марафон. И у меня не было даже сомнений раздумывать. Просто принял участие. Просто впечатления зашкаливают. Я ехал сюда. Ну, однозначно, желание было победить. Победителей наградили памятными и ценными призами от «Восток-Цемента». Медалями были награждены все участники марафона. Также подарки получили участники в номинациях «Самая спортивная семья», «Самый спортивный торс», «Лучший танец». А директору компании вручили награду и медаль за мотивацию к спорту. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Более 40 творческих работ приморских осужденных презентовали на выставке во Владивостоке. Свои картины и изделия из металла и дерева участники посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Презентация работ наших осужденных посвящена 75-летию победы Великой Отечественной войны и окончании Второй мировой войны в сентябре. Своё творчество заключённые начали присылать ещё в феврале, когда стартовало мероприятие. Всего приняли участие 19 учреждений, включая исправительные колонии, следственные изоляторы номер 1 и номер 2. Основной порыв к деятельности показали члены различных кружков, каких в Приморье насчитывается 167. По мере возможностей дать людям проявить свои таланты или свои пристрастия. И поскольку мы думали провести его приурочить к 9 мая, но с теми ограничительными мероприятиями, которые были приняты, мы пролонгировали этап проведения конкурса до дня победы Второй мировой войны. До финала из 40 работ дошли 14. В их числе кованые фигуры танка Т-34, железная красная звезда, полотна с советскими кораблями, немецкие танки под Сталинградом и деревянная шкатулка с вырезанным орденом Отечественной войны. Из всего многообразия судням предстояло выбрать лучшие по четырём направлениям работы – живопись, резьба и роспись по дереву и работа по металлу. Заключённые тоже являются частью семьи. И о том, каким образом будет происходить социализация при выходе на свободу, как будет проходить адаптация, это большая работа и воспитателей, и офицеров, и тех, кто потом сопровождает по выходу. И мы хотели по мере возможностей дать людям проявить свои таланты. Итоги конкурса подвели на выставке 28 августа. Первое место в резьбе по дереву присудили деревянному полотну с вырезанными фигурами советских солдат и артиллерийских орудий. В номинации «Роспись по дереву» признали лучшей картину «75 лет. Мы помним». В работе по металлу судей впечатлило изделие Стелла – гравировка с изображением памятника советским воинам. В живописи одержала картина советского военно-морского флота. В конце конкурса победителям были вручены грамоты и призы. Привлечь осужденных к творчеству, тем самым их сподвинуть к пониманию, что то преступление, которое было им совершено, оно будет воспринято правильно и он справляется, чтобы по окончании срока содержания вышел нормальный гражданин. Как сообщает Вадим Вёрсткин, заключенные посредством творчества погружаются в искусство. Это помогает приступившим закон ресоциализироваться, то есть получить шанс на исправление. Генерал-майор уверен, такая практика закрывает множество вопросов по осветательному процессу сразу и даёт возможность заключенному определить талант в правильном русле. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. В Примурии стартовала прививочная кампания против гриппа. Во Владивостоке будут работать восемь мобильных комплексов, где все желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию. Сделать прививку можно будет до 1 ноября в своей поликлинике. Кроме того, работают мобильные комплексы вакцинации. Они представляют собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников. Работать пункты будут с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. Сделать прививку против гриппа могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт. С 1 сентября в Примурском крае начался новый учебный год. С учетом сложной эпидситуации на фоне пандемии коронавируса, образовательный процесс пришлось изменить. В школах пока не будет звонков. На перемену отдельные классы будут ходить по очереди. Работники столовых и охранники будут постоянно носить маски, а учреждения дополнительного образования пока работать не будут. Однако родители приморских школьников пустили на линейки 1 сентября, но также в масках. Торжественные линейки провели для первых, девятых и одиннадцатых классов. Напомним, во Владивостоке в этом году сформировано 261 классов в 78 школах. Это почти 7 тысяч учеников. Школы и детсады Владивостока готовы к новому учебному году. При этом учреждения образования обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. В каждой из них создан необходимый запас антисептиков для рук, масок, средств обработки поверхностей, обеззараживающих ламп, термометров. Любой сбор денежных средств на закупку подобного инвентаря и санитарных средств незаконен. Также в новом учебном году особое внимание уделят вопросам пожарной безопасности. Заменены системы пожарной сигнализации. В школы и детсады закуплено более 6 тысяч огнетушителей. В нескольких школах проведен ремонт эвакуационных выходов. Классных руководителей с сентября ждут доплаты. В России вводят ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для педагогов за выполнение функций классного руководителя. С учетом районной надбавки выплаты приморским педагогам составят от 7,5 до 9 тысяч рублей. На указанные цели из федерального бюджета приморью выделено порядка 4 миллионов рублей. Средства предназначены для осуществления выплат с сентября до конца 2020 года. В следующем году из федерального бюджета приморью направят более 1 миллиарда рублей на эти цели. С 1 сентября начал действовать и федеральный реестр лиц, которые имеют право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Финансирование программы будет производиться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов России. Система будет обновляться не реже двух раз в год. По мнению специалистов, благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов. Государственные услуги с 1 сентября могут оказывать частные компании. Вступает в силу закон, который разрешает им предоставлять населению социальные услуги, расходы на которые покроются государственными субсидиями. Нововведение коснется образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма. С победителями будет заключаться соглашение на выделение госсубсидий. Важно, что с них не нужно будет платить налог на добавленную стоимость. Субсидию также можно будет получить уже за оказанные услуги по социальным сертификатам граждан. Это еще одна новация, благодаря которой бюджетные деньги будут следовать за потребителем услуг. На Русском острове во Владивостоке появились велодорожки. Ими уже активно пользуются жители и гости города. Первые из них появились на дороге, ведущей в поселок Канал. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обустроили здесь около 8 километров велодорожек. От проезжей части их отделили специальной разметкой. Напомним, в прошлом году на острове Русский появилось 8 километров автомобильных дорог с новым асфальтовым покрытием. Отремонтировано 3,5 километра дороги, ведущей в поселок Поспелово, почти 2,5 километра к Парису и около 2 километров на улице Экипажной. На улице Фадеево во Владивостоке скорректируют схему организации дорожного движения. Здесь будут установлены новые знаки, которые запретят парковку большегрузного транспорта по нечетной стороне дороги. Помимо этого, на участке появятся и таблички дополнительной информации, фото, видеофиксация. В городском управлении дорог и благоустройства прокомментировали, что необходимость установки запрещающих знаков обусловлена тем, что водители большегрузного транспорта используют данный участок дороги как парковку, что существенно сужает проезд и затрудняет автомобильное движение. Знаки будут установлены в районе дома номер 32А на улице Фадеева. На улице Шепетково начали ремонтировать теплосеть. Проезд будет закрыт три недели. Капитальный ремонт участка тепловой сети проведут рабочие МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» в районе дома номер 14. Ремонтные работы стартовали 1 сентября и продлятся до 21 сентября. В связи с этим на ремонтируемом участке будут ограничены движения парковка транспорта. Автолюбителей Владивостока просят пользоваться альтернативными проездами и выбрать для объезда улицы Спиридонова, Первую Флотскую, Карскую и Луговую. Продолжение следует...